приветствую всех кто будет смотреть это видео оно посвящено кастомизации вот такого вот ножа складного стали m390 ни разу не кастомизировал подобный нажим первый раз сейчас посмотрим как флипует что клинок вот по центру также должен буду отдать заказчику заходит вот настолько есть сухарь так скажем человек который заказал у меня эту работу это мой земляк сейчас он живет москве и просил частичку своей родины изобразить эльбрус будет гора вот здесь располагаться парящий орел такой обозначенный основной весь фон будет под битый камень от горы с этой стороны я планирую сделать такой небольшой пейзажик с верхушками сосен или елок а здесь тоже горы такой небольшой как будто мы смотрим сквозь щелку такую небольшую интересно будет эффект такой небольшой вот тут примерно вот настолько что вот клипсы не закрывал наш рисунок остальное тоже все по кругу битым камнем также должен осевой обработать чтобы не царапался тоже под стиль всей кастомизации также будет сделано оксидирование титана мы начнем что сделаем первое это разберем нож он на подшипником должен на подшипниках должен быть посмотрим как внутри здесь должны быть вроде выборки очень сложность кастомизации что у ножа есть выборки потому что и цвет по-другому получается когда нагреваешь и резать глубоко нельзя не очень люблю и подобные ножи кастомизировать но есть заказ будем делать работу сейчас откроем посмотрим подшипники так клинок сразу уберу подшипники у нас вот так лежат что если вдруг какая-то разница будет смотрим нет никакой разницы нет так сразу я уже приготовился не знал как я не тут есть думал если что что не развалилась вот такая у нас предстоит работа выборки у нас очень глубокие очень сейчас че очень часто замерим вся плашка 387 еще раз 387 выборка значит два миллиметра у нас для работы есть значит должно быть примерно максимально полтора миллиметра это не везде каких-то местах лучше по миллиметру глубиной резать рисунок не более того иначе мы конструкцию испортим только по фотографии вырезал контур горы как видите здесь будет такой фон виде такой ломаной линии полностью и все остальное то что не включается в рисунок гор будет виде битого камня но вот такими узкими прожилками вот край я уберу здесь допустимо как видите здесь по контуру есть металл почему это уберу потому что хочется чтобы визуально гора была чуть выше чем весь контур вокруг получается такая усеченная пирамида то же самое с этой стороны замочные только единственное что здесь добавится немножечко добавлю вершина вершин сосен елок всяких деревьев того же орла это пожелание было и вот такая вот такой рисунок клипсы здесь единственное облегченная не знаю для чего это облегчить там не так много металла ушло зато добавится проблем там просто поцарапать надо будет просто что-то резать не получится буду начинать работу с цилиндрической фрезы вот такой вот больше особо говорить не о чем начнем работать а а Продолжение следует... Берем круглую фрезу и выравниваем фон. Сейчас покажу, как выравнивать фон. Вот я прошелся круглой фрезой. Этой же круглой фрезой можно выравнивать фон с помощью такой техники наложения линий крест-накрест. Вот так. Сейчас покажу. Звучит музыка. Очень блестит, но что делать под рукой не получается показать. После этого можно выявить такие вот бугорочки небольшие. Вот эти бугорочки легко потом снимаются и весь фон выравнивается. Потом можно пройтись в чистовую точно так же и уже бугорочка не будет видно. После этого, я сейчас покажу вам, выравнивается вот так вот. Вот видите. У меня нет цели именно выровнять полностью, сделать ровным здесь. Потому что это же воздух здесь будет облака. Такая перспектива, что горы ими. Тут несколько планов. Поэтому нам надо не просто сделать ровную площадку, но и сделать объем такой небольшой. И это выравнивается с помощью алмазных шарожек полностью фон. Сейчас покажу. Буду выравнивать именно только вот нижнюю часть, которая прилегает к горам. Вот такая алмазная шарожка. То же самое, крест-накрест. Сначала вот так. Потом переворачиваем и так. Выравнивать мы выравниваем только нижнюю часть, которая прилегает к горам. А верхнюю часть мы немножко даже затираем. Потому что цепляется. И здесь мы не выравниваем четкой линии. Даже здесь мы не делаем четкой линии, чтобы горы не казались такой, знаете, гора песка. Потому что если смотреть далеко, чуть-чуть размывается картинка вот эта вот. Особенно светлая на светлом фоне. А вот весь фон мы сделаем вот так, как битый камень. Сейчас покажу, как делается. Потом весь сделаем. Точно так же... Ой, засвечивается. Точно так же проходится весь фон. Единственное, это первый слой. Надо будет точно так же пройтись в несколько слоев разными фрезами. Теперь возьму вот такую вот молодую красивую фрезу. Правда, обломанную. Но функциональность этого не уменьшается. До конца ее засовываю. Это не дает биению, как-то помешать точности. А нам точно здесь необходимо. Потому что идет второй слой битого камня поверх грубого, чуть поменьше. Как видите, выравнивается уже углубление. Надо делать сразу двух направлений. И третий слой пройдемся вот такой фрезой. Это третий слой, который поможет нам полностью доработать те участки, где мы не достали. И так же торец дает. Так же этой фрезой пройдемся по клипсе. Вот в этом месте очень тонко, поэтому здесь просто делаем видимость камня битого. Сейчас покажу. Это довольно-таки легко делается. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Как видите, надо отделить основные горы от низких холмов, которые идут на первом плане. Это делается вот такой круглая фреза, но здесь очень острые грани. Оно не делает шарики, оно как бы выдирает небольшие участки металла. И получается такие, как будто иголкой так потыкали. Хороший эффект. Хороший эффект. Вот после щетки металлической, что получается. Посмотрите, какая фактура. Точно как будто выпал снег. Горные вершины. Очень неплохо смотрится. Именно вот это такой эффект. Плюс сюда добавлю еще есть такие каменные уступы, которые не покрываются снегом. Там вот на фотографии то, что я видел. Это тоже мой запечатлений. Также вот щетка чуть замыливает. Вот как видите внизу, если это будет видно, грани. Поэтому повторно вот на верхней плашке я прошелся еще раз. Точно так же пройдусь на этой. Чтобы было более четко. Здесь очень темно и очень сильно отсвечивает. Ну, надеюсь, будет понятно хоть чуть-чуть. Ну, практически вся готовая работа. Просто очень мелкие такие детали осталось вот в виде вершин елок. Тут, которые не очень четко здесь. И плюс такие маленькие камешки. Небольшие грани. А, еще вот торцы я еще щеткой обработал. Вот здесь обработал. Здесь еще остались. Плюс вырежу клейму. Найду место. И дату. Оксидировать. Вот оксидировать пока не знаю. Как оксидировать, какой цвет тут подобрать. Знаю, что не хочет заказчик синего. Остальное посмотрим. Полирую. Черное это фетр. Такая шляпа. Древняя. Чисто в виде ткань фетра я не нашел. Поэтому использую такую черную шляпу. Самая грубая паста ГОИ. Сначала использовать буду самую грубую. Потом самую мелкую. Чтобы разная фактура получилась. И разный блеск получает. Кстати говоря. Это будет тусклый блеск от этой грубой. А от мелкой очень такой яркий. После этого отмою это все. Там паста ГОИ хорошо отмывается порошком. Порошком. Потом мылом. Обязательно. А то от порошка остается включение. Если какие-то будут потом разводы неприятные. Также изнутри. Здесь по просьбе заказчика. Вот мою клеймо и дату. Изобразил. Так. После этого. Для чего вообще делаю это? Это если не сделать полировку. То оксидировка. На матой поверхности. Дает грязный цвет. Чтобы грязного цвета не было. Обязательно полирую. Перед оксидировкой. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... И отдельно уже показывать не буду, что фон и гору просто обработаю. Отполирую, отшлифую, чтобы приобрел другой цвет. И покажу готовую работу. Также я сделаю акселировку бонок и винтов. Но там по мелочи уже показывать нечего. Вот работа завершена. Сейчас не будет видно цвета, но потом выйдем на улицу и все посмотрим. Цвет такой получился темный. Как раз в мужском стиле как хотел заказчик. Кстати, заказчик интересовался насчет твердости титана. Твердый титан достаточно. Новые фрезы портит. Старые вообще скользят. Так что механика не изменилась. Если не улучшилось, так точно не улучшилось. То есть оксидированные шляпки винтов. Они к тому же еще сатинированные. Тут никаких бликов нет. Все темно-зеленый-синий. Такой блеск. Кроме двух. Один вот здесь красненький вот сюда поставил. И поставил вот сюда. Один красненький как в виде солнца. Здесь сделан сатин. И плюс сверху еще мотовкой прошелся. Получился очень-очень и очень красивый эффект. Который я потом покажу на улице. Еще что сделал. Клипсы также остались функциональные. Не ослабленчу. Что еще? Здесь тоже самое. Такой же сатин. Единственное, что у меня не получилось. И навряд ли получилось бы из-за выборок внутри. Здесь цвет, фон хотел сделать небо голубым. И здесь трава зеленым. Но вот не получилось. Это вот единственное. А так монотонная. Не монотонная, а монохромная работа такая. И вроде, наверное, неплохо. Дело в том, что заказчик даже, наверное, не ждет именно, что так будет работать сделано. Надеюсь, будет рад, чем не рад. Вам всем здоровья. Всем пока. Всем удачи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok